в прошлом видео я рассказал о том что в долларах произошла массовая стрижка людей тех которые купили доллары и я сказал что знаю причину друзья мои я должен сказать что доллар обвалил я и сегодня я расскажу о том как мне это удалось и так здравствуйте друзья здесь демитков юрий напоминаю что прошлая неделя выдалась удивительно интересной и сейчас я расскажу те шаги которые я сделал которые я совершил и которые в результате судя по всему обвалили доллар и как я на этом заработал и сколько что я делал с опционами когда их просто уже невозможно было покупать у меня уровень был выше 100 процентов но тем не менее мне удалось исправить ситуацию кардинальнейшим образом когда мне удалось заработать на падение доллара достаточно много но кончилось все тем что я словил маржин колл совершенно вот катастрофический маржин колл который просто вот вы наверное не можете представить но в этом не было ничего страшного все было предусмотрено и не так страшен маржин колл как его молюют это но займет какое-то время к сожалению для того чтобы рассказать все что произошло я думаю что я разобью это дело сказать на два или на три видео о том как я имея г.о. выше 100 процентов как мне удалось исправить ситуацию это первый вариант второй вариант как я зафиксировал прибыль ну и третий вариант что пошло не так и и и и чем все кончилось и почему я не страдаю от того что я словил совершенно дикий маржин колл ну я думаю что это будет даже не одно видео а два потому что ну это очень интересно было и про маржин колл до в процессе экспирации я вел записи когда вот в последний день буквально потому что там все буквально менялась каждую минуту и вот сейчас я попытаюсь прокомментировать там ну было очень много потому что ну целый день проходит экспирация я регулярно включался вел запись экрана что я делал прямо по шагам сейчас я попытаюсь показать итак смотрите вот на момент 9 число вы помните что так что у нас тут ртс что доллар вплоть до 9 числа рос что это значит это значит что индекс ртс ожидаемо падал и ну в последнем видео про ртс я показывал свою стратегию которая была построена вот здесь вот он скриншот сказать там видео но я думаю что ссылочку вот там увидите потому что надо ее посмотреть там в конце была построена вот такая стратегия и смотрите вот индекс ртс падал падал он упал до ста восемнадцати пятьсот и я сказал что вероятно дальше он падать не будет здесь надо фиксировать прибыль и я ее зафиксировал вот она моя ситуация на этот момент смотрите у меня было продано проданы опционы кол 122 500 проданы опционы кол 12 штук по 290 290 окуплены опционы кол 8 то есть смотрите вот они на 122 500 проданы то есть они у меня дают плюс а купленные 8 всего они дают минус но тем не менее значит вряд ли уже индекс ртс вырастет как вы понимаете да поэтому вот у меня такой дисбаланс минус 12 плюс 8 то есть вот она ступенечка вот это вот подняло эту ступеньку то есть премия совершенно шикарная то есть я и где-то вот здесь вот продал потом еще продал вот все хорошо опционы пут вот они сто двадцатые опционы пут у меня проданы то есть я их предварительно купил тогда но здесь я их продал я зафиксировал прибыль и вот она вот эту планочку я поднял во первых а вторых я зафиксировал здесь прибыль вот как они только начали подниматься я вот здесь где-то зафиксировал на 119 прибыль то есть у меня они были куплены они резко выросли в цене и я их продал и дальше я ожидаю что но будет рост и поэтому у меня тоже здесь дисбаланс проданных 8 купленных 5 то есть вот здесь если пойдет падать вдруг ртс то у меня резко увеличивается ну как бы убытки я вхожу в область убытков но в общем 15000 прибыли меня ждет и безубыточная область до 117 700 где-то там внизу я без убытков если вот здесь вот колеблется то я в прибыли смотрим что происходило дальше вот я поясняю что смотрите вот здесь вот ситуация с навальным вот она вот немцы объявляют о том что навальный отравлен наш литра отравляющие вещества индекс ртс валится соответственно доллар растет да потом значит немножечко поколебался продолжает валиться валиться куда он будет валиться вот сюда вот сюда будет валиться сейчас посмотрим что дальше почему я решил здесь остановить и я решил здесь зафиксировать прибыль вот следующий слайд посмотрите следующий слайд я зафиксировал прибыли думаю а почему вы мне не ускориться еще почему почему бы мне не ускориться посмотрите что у меня ситуации деньги 93 880 но до этого были 80 там что-то тысячи в районе 80 то есть я где-то 14 тысяч заработал на этом фиксирую прибыль и я думаю почему мне не ускориться если индекс ртс дошел вот до этого значения то наверное он и дальше будет идти а наверно он остановится просто я решил что он остановится вот и зафиксируется на этом месте поэтому я решил а почему бы мне не изменить ситуацию а ситуация изменить не мог потому что у меня уже в общем-то га было на пределе сейчас посмотрим что дальше будет как я это сделал да вот она посмотрите что я сделал вы помните что здесь было колов минус 10 здесь было минус 12 насколько я помню здесь а здесь было восемь и у меня га с перебором что я сделал посмотрите что я сделал чтобы защитить свое га смотрите вот он у меня упал и но он если будет подниматься то не сильно но вот здесь вот у меня было 100 по моему 4 процента что ли то есть процент использования до все запредельно и по идее брокер говорит вы не можете открывать новые позиции смотрите что можно было сделать логично совершенно логично совершенно можно было зафиксировать вот этот вот успех то есть купить у меня здесь было минус 12 надо было купить опцион и кол и зафиксировать прибыль но брокер мне не давал этого сделать потому что требуется на это деньги ага у меня все израсходовано то я сделал совершенно неадекватный шаг казалось бы вот здесь вот у меня было 8 опционов кол 125 тысяч где у нас 125 тысяч вот здесь вот где-то да то есть понятно что цена до сюда не дойдет ни при каких условиях потому что сегодня экспирация представляете да и сколько стоит этот опцион опцион кол да нисколько он не стоит нисколько он не стоит он стоит 10 рублей что я делаю я покупаю опцион кол если вы помните ситуации была вот такая вот резко вниз здесь я покупаю здесь дальний опцион у меня была дельта отрицательная при отрицательной дельта дальний опцион брокер мне позволил купить только один опцион я купил и у меня сразу появились свободные деньги вот здесь свободные деньги 7000 рублей что я с ними сделал а я купил уже вот эти опционы кол вы знаете что для того чтобы купить опцион и колго нужно намного меньше чем для того чтобы продать опцион это все знают и это мне позволило выкупить помните здесь было минус 12 я выкупил два опциона и зафиксировал здесь прибыль вот что я сделал и поэтому ситуация стала у меня вот такой ну вот этот вот купленный опцион кол но практически никак не влияет да он вообще где-то вот здесь то есть вот он отсюда как-то начал влиять но посмотрите что происходит у меня вот сейчас вот на на этот момент на настоящий момент получилось что уже не такой отрицать не такая отрицательная дельта вот здесь и у меня под это распада идет совершенно максимальная прибыль и здесь надо продержаться вот в этом районе вот в этом районе надо продержаться несколько часов вообще вот я продержусь несколько часов и получаю еще плюс 6000 вот что происходит происходит смотрите что дальше я делаю а дальше я думаю болен смотрите он начинает падать дальше и я думаю а чё я буду как бы вот терпеть эту ситуацию и я начинаю ее исправлять я покупаю опционы пуд 122 500 122 500 опционы пуд как вы понимаете глубоко в деньгах временная стоимость очень низкая и я их покупаю то есть это все равно что шорт ртс но это опционы для этого гло нужно намного меньше я начинаю их покупать опционы пуд и ухожу дельта у меня смотрите минус 525 то есть продолжает падать индекс ртс доллар растет индекс ртс продолжает падать и у меня по дельте с таким высокой же скоростью как минус 5 фьючерсов на ртс это очень много потому что каждый фьючерс ртс чтобы купить или продать фьючерс нужно было в районе там там 30 или 40 тысяч рублей понимаете ну скажем если 40000 что это 200000 было а у меня смотрите 93000 крутяк и падает я просто радуюсь и думаю ну все вот она вот моя кривая то есть цена падает у меня денежки растут что происходит дальше смотрите тут вообще все было я просто смотрел и регулярно снимал а дальше он вроде начинает фиксироваться вот это я перешел на пятиминутный график вот она фиксируется сто девятнадцать семьсот пятьдесят фиксируется у меня здесь восемь путов посмотрите так сейчас вот я вот это просто запись экрана который я делал тогда сегодня то уже 13 число слава богу вот посмотрите что я делаю биржа для чайников для тех кто не понимает и опционы курс смотрите димитков юр . ком вы прекрасно поймете о чем я говорю если пройдете эти курсы биржи для чайников и опционы и так проходит дальше поэтому я вот смотрите я уничтожаю эти хвосты которые ну уже совершенно не интересно никому вот и здесь у меня так 2350 колл 117 500 я покупаю колл смотрите я покупаю колл для того чтобы вот она дельта у меня была минус пять вы помните все я фиксирую прибыль каким образом я фиксирую я покупаю колл опцион сначала один выставляю заявку еще на один вот вы видите да меняю заявку поднимаю 2410 смотрим сюда смотрю так ага 2400 но немножечко вот он скорректировался я хочу купить его дешевле естественно уже два опциона колл у меня и еще один в покупке то есть смотрите я ставлю на рост я ставлю на рост я фиксирую прибыль смотрите я дельта у меня уже минус 242 было минус 5 я фиксирую прибыль смотрите вот здесь я вообще зафиксировал прибыль вот она значит у меня уже идет под это распаду вообще все шикарно и я уменьшаю дельта уменьшаю дельта уже три опциона колл посмотрите дельта уже минус 165 уже сильно уменьшилась я продолжаю делать смотрите я что делаю здесь вот они вот так опцион я смотрю сколько стоит наверное еще буду покупать продаю продаю 120 опцион и колл 120 опцион и колл я продаю почему а я хочу еще думаю она она уже до экспирации совсем ничего а почему мне не поднять вот эту вот верхушечку повыше повыше смотрите какая активность я поднимаю верхушечку повыше 120 опционы которые колл я в продажу аж три штуки у меня 122 500 опционы колл были проданы 122 500 вот эти опционы проданы сейчас я продаю вот эти потому что до 120 но не дорастет она ни при каких обстоятельствах я их продаю еще потому что я хочу повысить смотрите у меня уже потенциальная прибыль не плюс 5000 а плюс 10 тысяч и он толкается вот здесь вот на месте я просто сижу и значит думаю так я ее сейчас увеличу прибыль я увеличу прибыль потому что ну не дернется она ни вверх ни вниз и окажется останется 119 и если я 120 тысяч продаю и колл и пут то совершенно спокойно мне да я уменьшаю дельта смотрите у меня освобождается га уже 72 тысячи я могу на еще наращивать эти позиции по поднимать вот эту вот планочку и я ее поднимаю 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 посмотрите но вы можете замедляться останавливаться что я делаю посмотрите как я это делаю у меня уже га смотрите уже 25 процентов при этом позиции я практически ничего не изменил а с чего все началось началось того что вот это вот за 10 рублей кол я купил и все за 10 пунктов не рублей вот и у меня уже вот такая позиция посмотрите под это распада сейчас вот здесь вот и ну вот потенциальная вот иду на 10 тысяч рублей еще плюс напоминаю что я предварительно уже получил там что-то 14 тысяч рублей смотрите как интересно вот я смотрю где у меня 0 и вот я без убыточные вот видите да я смотрю где я без убытка буду вот здесь вот я смотрю где я буду без убытка вот она область где я буду в без убытки то есть если цена останется вот в этом диапазоне то я в без убытке но ой что это нет если цена окажется вот здесь я в без убытки и ну а дальше вот у меня вот он без убыток вот и до сих пор вот я рисовал область где в без убытки и дальше я вообще смотрю такой блин что делать вот на вершине хочется остаться на вершине хочется остаться на вершине смотрим что происходит дальше смотрите если я оказываюсь вблизи вершины вот вот здесь вот да то я получаю там там 7 8 9 10 тысяч потом значит если дальше цена растет то моя прибыль уменьшается главное вот чем выше я окажусь в момент экспирации чем ближе к этой вершине но тем лучше но при этом у меня вот такой диапазон движения вот он здесь я его нарисовал ну когда я смотрите кажется он сейчас упадет вниз кажется упадет вниз он еще недалеко от вершины но кажется упадет вниз но даже если он упадет вниз у меня дельта то отрицательно видите вот она дельта отрицательно ничего страшного не произойдет если он упадет вниз я перешел на 30 минутный график смотрите падает то есть я нахожусь вблизи вершины и индекс ртс начинает падать смотрите что я делаю я покупаю опционы кол дополнительно 117 500 то есть вот те которые снизу я их еще и докупаю 9 штук они глубоко в деньгах зачем их докупаю но чтобы уменьшить дельту и что тогда произойдет смотрите у меня куплены опционы 122 500 которые вот здесь вот то есть я по этим опционам продам фьючерсы посмотрите то есть у меня будут что такое опционы они дают возможность мне продать фьючерсы по 122 500 я покупаю по 117 500 опционы кол если будет выше то я куплю опционы 117 500 то есть смотрите я фиксирую свою прибыль то есть в будущем я продам опционы по 122 500 и куплю опционы по вернее фьючерсы по 117 500 и поэтому если у меня будет в диапазоне от 117 500 до 122 500 я гарантированно получаю прибыль потому что но 122 500 я гарантированно продам и 117 500 я гарантированно куплю поэтому я беру вот здесь смотрите колы 5 плюс 9 14 будет да и путы у меня так эти прогорят вот эти опционы 120 а здесь уже сказать бабушка на 2 сказала вот эти минус 8 минус 8 какие из них сработают какие из них окажутся в деньгах здесь никто не знает но вот это вот точно будет в деньгах 9 поэтому по 122 500 точно в деньгах я продам и я здесь наращиваю позицию по опционам кол чтобы купить по 117 500 вот что происходит вот что происходит посмотрите и 30 минутный график он перестал падать и начинает расти вообще все великолепно друзья мои опционы под 122 500 у меня уже 12 штук я начинаю их снова наращивать потому что я думаю что ну вот он видите вот дорастет досюда но вот досюда может быть и потом пойдет падать я начинаю наращивать опционы пуд посмотрите что происходит дальше индекс ртс растет но куда он дальше денется вот он упирается верхнюю планку и кажется что после этого он должен упасть поэтому можно купить еще опционы пуд который глубоко в деньгах это 122 500 потому что после того как вот она видите ну вот он опустился вниз поднялся что дальше произойдет но наверняка он пойдет к 120 и поэтому я смотрю оцениваю ситуацию он пойдет к 120 поэтому можно смело докупить опционы пуд здесь у меня 12 опционов кол 9 то есть я куплю точно совершенно 9 штук по 117 500 по 122 500 точно совершенно продам 12 штук и того у меня должно быть минус 3 в результате фьючерса 3 фьючерса которые проданы по 122 500 и что-то вот из этого либо куплено либо продано будет по 120 тысяч об этом мы узнаем позже немножечко но посмотрите как происходит ситуация а дальше ситуация выходит из-под контроля казалось бы что вот здесь вот индекс ртс должен валиться дальше потому что смотрите вот он уперся это уровень сопротивления он его не пробьет как считал я и пойдет вниз а он начинает расти у меня еще г.о. есть 27 тысяч в запасе свободных денег но он продолжает расти и дальше я наблюдаю ну в принципе ничего страшного потому что растет индекс вот эта позиция у меня падает вот эта позиция у меня вернее вот эта позиция у меня падает а ничего мне не падает они у меня куплены ну ничего страшного вот зато это растет то есть они друг друга почти компенсируют но правда дельта у меня минус 357 но опять же экспирация и ничего страшного не произойдет ну и опять же я жду что она так пойдет коррекция вниз и все ничего страшного не будет время 15 30 16 часов уже до экспирации остается три часа наверняка упадет и вдруг он начинает расти за два часа до экспирации смотрите он начинает расти ртс резко смотрите вариационная маржа минус 2 700 здесь 94000 текущая сказать как бы позиция за день минус 2 700 это ничего страшного потому что я зафиксировал большую прибыль вот и она уже минус 7000 то есть у меня начинает таять прибыль друзья мои доходность но я уже зафиксировал в предыдущий день 16000 поэтому у меня большой запас здесь то есть плюс 16000 зафиксировано вроде бы ничего страшного но не вырастет он далеко а уже минус 7000 у меня 15 купленных опционов под 9 купленных опционов call то есть 15 минус 9 6 минус 544 дельта практически все вот это вот понимаете да эти только мешаются позиции вот эти позиции да они у меня сработают они дадут мне какую-то премию сказать зафиксируется я решаю покупать опционы call чтобы уменьшить дельту видите в покупке 4 головы уменьшается то есть я как бы вот останавливаю это дело уже минус 247 да я зафиксировал убытки 7600 но что делать в общем я фиксирую убытки текущие но выравниваю позицию 13 опционов call 15 опционов put разница небольшая вырастет или не вырастет здесь я уже смотрю внимательно смотрите время 30-минутный график плохо видно время вот на 5 минут не перехожу 16 часов почему он начал расти на черт его знает вот доллар начал падать индекс ртс растет не должен он расти но должен или не должен кто же нас будет слушать смотрите он пошел в рост у меня уже минус 11 с половиной тысяч я докупил опционы call их уже 17 опционов put уже 19 я их тоже докупил го у меня 88 здесь минус 126 почти нейтральная дельта он продолжает расти время уже 1632 часа уже меньше чем два часа до экспирации индекс ртс продолжает расти ну упадет же он ну куда деваться посмотрите вот он вот сюда вырастет дальше не не вырастет он дальше думал я уже у меня 19 опционов put я уже увеличиваю позиции по путам смотрю на доллары да вот смотрите тут все уже становится так напряжно да ну как ну вот смотрите вот он падал вроде ничего не предвещало роста но он пошел резко в рост а доллар резко падает что делать я тут ставлю новые заявки думаю ну все вот он сюда дорастет по 122 500 у меня будут проданы проданы индекс ртс по 122 500 еще смотрите 4 заявки на продажу ставлю потому что вот он вот он сейчас будет падать на покупку ставлю на продажу индекс ртс даже через два часа и я смогу продать по 122 500 индекс ртс то есть вот на этом уровне что происходит дальше я смотрю так доллар останавливается на целый рубль упал практически но не может он дальше падать ничего страшного докупаем еще наращиваем позицию еще две шесть путов в покупке посмотрите гао 97 71 наращиваю купил 2 уже 21 купленный опцион put а доллар начал падать дальше и пошел рост у меня уже минус 13 половиной тысяч текущая текущая ситуация напоминаю что было плюс 16 предварительно у меня уже из того что я получил уже минус 16 тысяч все то есть у меня 0 практически то есть вся прибыль который я получил она вся приходит к нулю вот из-за такого резкого движения понимаете вот я пытаюсь так сказать смотрю так что у нас с нефтью с нефтью вроде так нормально ничего страшного все основная сила направлена на ртс что будет что будет посмотрите но свалится он свалится у нас еще два часа в запасе он упадет сюда и у меня а у меня уже дельта минус пять двадцать девять и уже 25 опционов путь то есть вот здесь вот по 122 500 я продам еще наращиваю посмотрите еще наращиваю позиции зарегистрирована вот я по по дешевке покупаю опционы путь потому что ну до экспирации совсем два часа остается временная стоимость никакая еще наращиваю 25 индексов ртс у меня будет продано по 122 500 минус 14 тысяч к этому моменту у меня за день продал 20 минус 26 купленных опционов путь 26 купленных опционов путь ребята то есть я продам 26 ртсов по 122 500 а сколько я куплю их всего 9 всего 9 и вот он начинает падать у меня уже минус 15 328 потому что это распад идет но он начинает падать и я уверен что он упадет вот сюда 121 200 если он упадет на тысячу то у меня прибавится ну где-то 20000 и все будет хорошо 121 500 121 700 и даже если на момент экспирации значит я не успею но он же продолжит падение правильно и у меня будут индексы ртс которые будут продолжать падение в бешеном количестве будут эти индексы и они будут фьючерсы ртс они будут падать и я буду получать дополнительную прибыль вот такой был у меня расчет время 17 часов все до экспирации два часа сейчас должен начать падать до 99 все под завязку уже свободно 827 рублей ничего не свободно все уже ничего не купить ничего не исправить ружье заряжено 17 опционов кол 26 минус 17 9 и и вот здесь точно еще будет 8 9 плюс 8 17 и они начинают падать ну понятно что продолжится падение понятно что я получу прибыль после падения но тем не менее пока минус 14 15700 но если индекс ртс которых у меня 17 штук будет продано после экспирации если он упадет на тысячу то я получу 17000 так что в принципе как я считал ничего страшного не должно произойти вот в 1630 было всем очень напряженно посмотрите он начинает падать я начинаю успокаиваться минус 11000 уже понимать только что было минус 15 уже минус 11 а двинулся то всего вот настолько то есть вот такое движение 4000 еще еще вот сюда опустится еще 4000 сюда опустится еще 4000 то есть я в прибыли уже оказываюсь и он опускается но кажется можно расслабиться все я отключился там и сейчас уже 18 часов тета распад продолжается был промежуточный клиринг 17 у меня уже свободно 13 рублей всего но при этом посмотрите в результате у меня деньги 94 вариационная маржа минус 4 188 количество позиций по-прежнему изменить уже вообще ничего нельзя я пытаюсь закрыть но нехватка средств по лимитам клиента нехватка средств по лимитам клиента сто четыре процента в го я уже ничего не могу изменить до до закрытия осталось полчаса до экспирации за полчаса до экспирации ничего не могу изменить уже ни одну ни одну позицию даже по 10 рублей не могу купить самые дохлые опционы остается только расслабиться и смотреть все вот то что я мог сделать я сделал было продано 120 путов я их попытался выкупить я их выкупил 6 штук посмотрите какое было сейчас минус 16 вы можете минус 16 что такое минус 16 для того чтобы было минус 16 умножаем на 4 это там что-то какие-то сумасшедшие цифры там в районе 600 тысяч рублей нужно иметь а у меня всего 94 понятно что сразу после экспирации будет маржин колл последние мгновение перед клирингом что произойдет после клиринга смотрите проданы опционы колл 120 тысяч проданы значит я буду вынужден обеспечить кому-то покупку по 120 тысяч индексов ртс они в деньгах то есть я продам 8 8 8 фьючерсы в ртс продам по цене 120 тысяч и у меня будет продано еще 26 фьючерсы в ртс по цене 122 500 то есть они тоже в деньгах 122 500 и того вот она экспирация экспирация произошла и того у меня в сумме минус 17 фьючерсов ртс а го 400 тысяч процент использования го 483 то есть я глубоко в ситуации маржин колл деньги у меня обвалились от 94 тысяч осталось 82 тысячи то есть прибыль фактически нулевая и у меня минус 17 фьючерс в ртс ситуация маржин колл до встречи до встречи